Всем привет! Добро пожаловать в новую рубрику Красаут, которую я назвал Versus. Хотя нет, бред какой-то. Противостояние. Короче, не важно. В этой рубрике я буду стравливать два вооружения и проверять, какое из них сильнее, а какое гнезда. И, конечно же, не могу не поблагодарить группу Flame Riders. Огромное спасибо, ребят, за вашу поддержку. А у микрофона 13 вольф. Поехали проверять. И сегодня в замесе у нас столкнутся два легендарных, однозарядных дробовика. Первый позабытый игроками, герой скандинавских мифов Великий Змей. Хотя дробовик красавец Нитхёк. А оппонентом его будет новое имбалансное, по всеобщему мнению, детище основателей. Дробовик Парсер. Или Парась. А еще его называют Поросенком. Короче, игроки его не любят за то, что он сейчас заполнил рандом и кошмарит все, что движется. Первый раунд проходит на карте Кратер. Так как карта огромная, у Парсеров здесь будет преимущество из-за их механики стрельбы. Они способны посылать дробь на огромное расстояние и при этом еще и очень кучно, что делает их просто идеальным вооружением для отстреливания другого вооружения и модулей неприятелей. А если еще никто не понял, то Парсер это синенькая команда. Ага. И как вы видите, в первом раунде Нитхёгам остается только кричать. Имба! Срочно понерфить! Но это их не спасет. Новенький дробовик в сухую уничтожил все крафты с Нитхёгами. Ну а мы переходим во второй раунд. Надеемся, на городской карте Нитхёги справятся лучше. Карта Старый город. В теории на данной локации Нитхёгам должно быть попроще сближаться со своими оппонентами. Но есть одно огромное но. Для максимальной эффективности ему нужно двигаться со скоростью 80 км в час. В этом случае у него будет прибавка к скорострельности плюс 20%. Что не так-то и просто сделать на городской карте. А вот Парсеру, в свою очередь, не нужно никакого разгона. Он всегда стреляет очень быстро. И хотя у него урон меньше, чем у Нитхёга, за каждую попавшую дробинку, а их у него, я вам скажу, 6, он получает 3% к своему урону. И таким образом урона у него становится столько же, либо даже больше, чем у Саво Нитхёга. Нет, мало того, что у них дробовик стреляет, как снайперское вооружение, так у него еще и плюс к урону идет за каждое попадание. Бедные Нитхёги. Но смотрим. Да, и кстати, я вам скажу, что в первых двух раундах ребята играют на машинках, которые не превышают 8000 Ом. У них у всех фиолетовые кабины, бирюзовые колеса и по два дробовика, плюс любой двигатель и, конечно же, маховик. О, боже, да ну, серьезно. Я думал, Нитхёги не смогут перестрелять парсеров. Это, это, прям как по мне, это будет офигенская победа, если они добьют последнего игрока, Айви 8. Но нет, Айви все-таки обезоруживает последнего Нитхёга года, забирая шанс на победу у своих оппонентов. Красавчик Айви. Ну а мы переходим в следующий раунд. А сейчас начинается битва исполинов. В третьем и четвертом раунде ребятам разрешается собрать абсолютно любой крафт, какой им душе угодно. Хоть у него будет 20 тысяч Омов, хоть 30. Ну это если в принципе реально. Смотрим на битву огромных мастодонтов на карте Кратор. Я надеюсь, что сейчас у ребят с Нитхёгами появится шанс перестрелять своих имбовых оппонентов. Имея возможность поставить инвиз, гарпун и другие модули для улучшения эффективности своего крафта. Но внутреннее чатьё мне говорит. Ты что, балбес? Как перестрелять имбу? Вот мы и посмотрим, как её перестрелять. И как вы видите, парсеры не стремятся сближаться со своими противниками. По максимуму используя механику стрельбы своего дробовика. Ну а что? Могут себе позволить. И вот один из парсероводов с криками. В смысле стоять? Я же дробовод! Накинулся на толпу скандинавских ребят и тут же был разобран на запчасти. Это красаут, детка. И тут не решает, у кого больше хп, скилл или позиционка. Здесь решает, чья толпа больше. Ну или в сегодняшнем рандоме у кого больше парсеров. А как вы видите, парсеров больше у синей команды. И она потихонечко снова разбирает бедных нитхёга-водов. Жалко мне этих ребят. Ну вот нравится мне нитхёги. Что я могу поделать? И вот взрывается последняя машинка с нитхёгами. Эх, остается лишь только. Маленький смотрящий с доплером. Прощай, дружок. Ты нам был очень дорог. Ну, вообще-то нет. Нам всем плевать. Как я говорил, это красаут, детка. И снова старый город. И снова надеемся на преимущество нитхёгов в ближнем бою. Преимущество, правда, призрачное. Но все-таки оно же должно быть. Трабовики-то одного класса. Чем-то же они должны быть лучше. Ах да, я же совершенно вам забыл сказать. У нитхёгов на целых 20 хп больше. 340 по сравнению с хп-парсерами 320. И по идее, они должны этим танковать, выделяться, быть крутыми. Но нет. На самом деле, забудьте то, что я вам говорил. Нет у них никакого преимущества. 20 хп это слишком мало при их габаритах. Они размером гораздо больше парсера. Да в целых два раза. Ну и поэтому проще отстрелить и сложнее спрятать. Короче, эти дробовики проигрывают по всем параметрам. Бедные нитхёги. И снова, этого же бедного нагастика начинают бить больше, чем один нитхёг. Ну и как я говорил, парсер габаритами гораздо меньше и спрятать его гораздо проще. И поэтому один парсер все же у этого нагастика остается, что я не могу сказать про флеймрайдерских ребят. Их оружие отлетает очень быстро, как вы можете видеть. И снова парсеры побеждают в сухую, радуя своей победе, пипикая на бедного маленького смотрящего, на которого, как я и говорил, всем плевать. И снова игрок с ником Айви8 занимает первое место, хоть и на парсерах, в своей команде. Это, как я считаю, достойно трёх дней према. Поздравляю тебя, Айви. Ты получишь свой промокодик. И настало время пятого раунда. Бой стенка на стенку. Здесь, ребята, выясняют, чей ствол длиннее в упор, а чей. Ну, как говорится, короче. Ну, а мы-то с вами знаем, у кого длиннейше, а у кого на пол не хватает ДПСа. И в этом раунде побеждают, как же неожиданно, парсеры. И даже, вон, смотрите, кто-то на радостях повёз своего друга куда-то в укромный уголочек. Но это их дело. А мы идём в следующий заключительный раунд. И крайний раунд на сегодня не по значению, а по очереди. Это дуэльный раунд. Здесь ребята будут выкатываться друг против друга, показывая свой скилл, на что они способны. Ну и, конечно же, эффективность своего вооружения один на один. И как только один из крафтов будет побеждён, на его замену сразу же будет выкатываться союзный крафт. И это будет продолжаться до тех пор, пока все крафты одной из команд не исчезнут. Ну, кроме тех ребят, на которых всем плевать. И что мы видим? Игрок с ником Zerk2307 смог перестрелять своего имбового оппонента с кабиной. А новой и на ножках. Это, конечно же, достойно уважения. Но если он сможет перестрелять ещё и второго, то точно получит от меня три дня према. Эх, обидно, не хватило совсем чуть-чуть. Даже гарпун не помог уже против ховерного крафта на парсерах. Да, эти ребята им будут сейчас даже в КВ. Такие уж эти дробовики снайперские. А вы, если хотите попасть в видео про противостояние вооружения и возможность получить три дня према, пишите мне в Дискорде, ссылочка на который будет в описании к этому видео. Да, и следующее видео будет про противостояние шила и синусов. Я думаю, парсеры это очевидная имба мира красаут. И уважаю тех ребят, которые вызвались надрать им за... Ооо, пятые точки. Ребята, пятые точки. Но с другой стороны, как говорится, зубов боятся в рот. Да что ж такое, почему я сегодня заговариваюсь. Волков боятся в лес не ходить. И думаю, что нитхёги еще покажут им класс. Но если, конечно же, их когда-нибудь апнут. И что творит? Вот этот игрок, он уже забирает четвертого, четвертого нитхёга. Да, я, конечно, понимаю, что парсеры имба. Но четыре, четыре оппонента забрать. Боже, как он карает. Это, это реально круто. Держи мементомори, три дня према ты заслужил. И остается последний нитхёговод. И думаю, даже его эгида не спасет от имбовости новеньких дробовиков. И если честно, мне жаль, что нитхёги проиграли во всех раундах. Эти ребята мне нравятся. Но нам остается лишь только ждать, когда понерфят парсеров и надеяться, что их не убьют. А я еще раз напоминаю, если вы хотите поучаствовать в данной рубрике и получить возможность на получение трех дней према, пишите мне в Дискорд ссылочка, на которой будет в описании к данному видео. А также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. У микрофона, как всегда, был ваш 13 Вольф. Я желаю всем добра и увидимся в следующем видео. Всем пока!